Друзья, всем огромным привет! Мы с вами продолжаем играть в Ancestor с Эквимент Кайт Одесси. Как помните, в прошлом выпуске мы добрались до секретного колодца, то есть такой системы пещер, проходов, которые мы с вами увидели с Клапендру, остановились посередине, там дальше есть проход, но я, честно говоря, не знаю, середина это или нет, куда нас это приведет. Но в первую очередь я хочу потратить, на самом деле, очки как раз эволюции, точнее, немножко прокачаться, у нас с вами их огромное количество. Я так и не понял, откуда вот прям сразу так резко закрасился у меня шар, может быть, из-за открытия. Ну что ж, я опять по-быстренькому здесь прокачал звуки, запахи, и на самом деле теперь действительно очень много накапливается, и прям пришлось сидеть и прокачивать, прокачивать. Но на самом деле это, с какой-то стороны, прикольно, потому что не придется долго качаться, потому что все это очень быстро набирается и накапливается в большем количестве, чем раньше. Так, секундочку. Мне нужно сделать, скорее всего, себе еще одно копье. Давайте быстренько сейчас оттуда заберем и отправимся дальше. То есть можно даже, может быть, не копье, а просто... А, хорошо, секунду. Это брось. Это где-то там с вами подобрали. А сейчас отправляемся сюда, потому что проход вел в эту сторону. Возможно, опять склопендеры будут. Также здесь есть пауки. И с учетом того, что я вижу огромное количество паутины, возможно, что они нам встретятся. Я понял, как прокачиваться, то есть как переходить с поколения на поколение полностью, как, ну, как, естественно, эволюционировать, что сохраняется, что уходит. То есть я, наверное, после этого выпуска сделаю небольшой гайдик, поэтому, может быть, кому-то будет полезно, но, скорее всего, будет там. Может быть, даже если не сегодня, не завтра, то, может быть, через полгода кто-то начнет играть, ему понадобится такая информация. Да, именно для этого гайда и делается. Я тебя вижу. Она одна? Секундочку. Да, она одна. Секунду, хорошо, давай, познаем. Просто плюс немножечко нейронов. Отдыхай, дыхай, давай. Я надеюсь, сейчас ничего не забагуется. Ну, пошли. Давай. Давай с первого раза ее, а? Вторая палка у меня, у меня. Не даю ему бежать. Я слышал какой-то звук, мне кажется, это... Я даже не знаю. Шум какой-то сверху, да? Я думаю, может быть, где-то здесь есть... Секундочку. Драгоценный камень или что-то типа того. Да, глупогат. Хорошо, еще один нашли. Ну, иди сюда, ну. Давай, давай, давай. Хорошо, забили. При помощи камней и прочего мы с вами их не бьем, потому что эта анимация забагована. Красота. Все под контролем. Есть. Так, давай возьмем макат, осмотрим. Ну, я не знаю, это нам что-то даст, нет. Какие-то неродные связи появились, хорошо. И, естественно, идет проход дальше. То есть, это не тупик. На папу или... Кстати, пока мы ходим с вами по мелководью... Смотри. Набирается, да? Продолжает набираться. Просто я в прошлом выпуске ходил, 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 я помню. И в определенный момент оно перестало... Или позапрошлым. И в определенный момент оно просто перестало набираться. То есть, перестали переходить связи. А потом, даже вот без этой анимации справа... То есть, вот эта кружочка, да? Мне пришел новый навык. И все. Интересно, это выход отсюда? Потому что все наверх поднимается. Я не знаю, сколько здесь может быть драгоценных камней в одной пещере. Вообще, что здесь может быть? Погнали потихонечку вперед. Обычные камни брать не будем. Мы с вами, если встретим еще одну скалопедру, просто будем уворачиваться. Змея? Подожди. Да, змея ядовитая. Запомнить. В принципе... Давай драгоценным камнем забьем. Я не думаю, что сейчас что-то поломается. Со змеями тут все попроще. Давай. Есть. Отдыхай. Особенно с этими ядовитыми змеями. Они вообще простенькие. Такое ощущение, что еще куда-то выходят. Я ничего не пропустил. Ну-ка. Ну так, камушки. То есть, нужно, естественно, исследовать и смотреть. Слева наверху значок. Мне кажется, это где-то за пределами пещеры. Не может быть, чтобы здесь. И куда мы с вами выходим? Подожди. Это еще одна какая-то дыра. То есть, это не то место, где мы с вами спрыгивали. Понятно. Поднимемся здесь, наверное. Посмотрим, куда нас выведет. Что-то типа еще одного секретного колодца. Я думаю, что нам нужно вот здесь, плянам. Нет? Так. Тихо, тихо, тихо. Во, хорошо. Все хорошо. Выбрались. Отдыхай. Давай сориентируемся, где мы находимся с тобой. Так. Там какая-то отметка. Я не вижу нашу базу. Вот это наша база? Дорога в Саванну. Нет, это не то. Нужно найти базу. Секунду. Хорошо, хотя бы здесь не паникуем. И то, слава богу. А вот дождик, это не очень весело. Может быть, вот это место? Секретный колодец. То есть, от колодца вот туда. И там наше текущее поселение стаи. Представляете, сколько мы прошли? Обалдеть. А вот здесь вот? Ну-ка, это можно опознать. Это совсем недалеко. Это можно просто добежать туда. Здесь совсем рядом. Как так? Это же я исследовал. Или нет? Нет, нужно еще ближе подойти. Что это за место? Как странно. Нет, я здесь не был абсолютно точно. А мне предлагают вот там на гору забраться, скорее всего. Возможно, прямо на горе есть убежище. Странно, мне казалось, что должно больше прийти. Справа какой-то звук. Я слышу справа какой-то звук. Может быть... Наверху... Наверху этот самый. Да, это драгоценный камень, по-любому. Ну, погнали, заберем его. Потому что все-таки все эти драгоценные камни дают плюс, там, как раз к эволюции. Спокуха. Тихо. Тихо, тихо, тихо. Где ты здесь? Подожди, а такого я вообще не подбирал, кажется, да? Ну-ка. Осмотреть. Это у нас с вами турмалин. Прикольно. Да, такого мы с вами не подбирали. Давайте бросим копье. Заберем сейчас... Я надеюсь, что это... Да, это все-таки драгоценный камень, хорошо. И, естественно, нужно вернуться домой. То есть просто там их оставить. Секундочку, дом наш вот там вот. Ну, потому что не хочется их просто так выкидывать. Вообще, засчитываются ли они, если не находятся у тебя как раз в поселении? Смотри, здесь гиены. Вот прямо рядом с нашей базой. Вот они. Я предлагаю немножко поворачиваться. Фишка в том, что нам нужно прокачать как раз навык. Дальше мы что-нибудь сделаем. Давай. Ну, в смысле, я имею в виду. Дальше все будет нормально. Мы подберем эти камни, если нужно. Главное, просто один ударчик им нанести, и все будет хорошо. Давай. Давай три ворот, или, наверное, штучек пять нужно, чтобы что-то прокачалось. Слишком близко. Опасно. А потом ударим. У меня ничего в руках нету, да? Я все уронил. А если вот так? Давай. Зря я напал. Бежим. Я все уронил, но я вернусь. Я вернусь копьем, все будет хорошо. Я знаю, где это находится. Все отлично. Они про меня забыли. Они как бы не агрессивные, то есть, которые там, как львы, например, тигры, точнее, спаунятся просто из ниоткуда. И преследуют тебя постоянно. Эти просто бродящие. Вон, сейчас можно палочку быстро сорвать на всякие пожарные, но, типа, тоже не нужно. Мне сейчас просто нужно драгоценные камни подобрать, и все, вон они лежат. И я там бачком-бачком стороночкой их обойду. Вообще, я вот так вот смотрю, они здесь ходят. Есть вариант просто отрезать это место, чтобы сюда не могли попасть. Потому что я не первый раз встречаю их здесь уже. Ну, то есть, вот смотрите, здесь, если вот сюда поставить стенку, вот досюда, да? То есть, по идее, они пройти не смогут, просочиться там. А заспауниться, ну, тигр, да, если он там нас будет преследовать, он здесь заспауниться, это понятно. Но самое главное, чтобы они не появлялись. Сородичи, привет! Я принес еще драгоценных камней. У нас с вами их уже здесь три штуки, на самом деле. Я могу туда добавить, нет? Прикольно, будем складировать. И пойду-ка я посплю. Ну что, сразиться хотите, да? Ну, давай. Куда пошла-то? Иди сюда. Кстати, сейчас будет прикол. Подожди. Да не, брось, брось, нет, нет. Да быть этого не может. Одну лягнул, завалили. Фига себе. Заставили гиену убить африканского буйвола. Ты представляешь? А ну-ка, отойди от него. Это мой буйвол. Ага, сейчас как же, на. По щам. Сейчас второй тоже за сандалием. Я потерял инструмент, да? Да, я потерял инструмент. Секунду. А теперь все в обратную сторону, да? Или нет? Ну, долбани ты ее. Нет, понятно, подожди. Где мой резак, вон. Нет, нужно на него навестись. Давай. Мне нужно его схватить. Да, как же, а? Ну, давай. Сейчас, подожди, подожди, подожди. Я его возьму. Отлично. А, сзади буйвол. Зачем ты его бросаешь? Зачем я его бросаю постоянно? Вон он, внизу. Зато мы с вами теперь можем тушку буйвола немножечко исследовать. Получить еще немножко нейрончиков. Только не бросай. Не бросил, да? Нет, ударил. Нужно это повторять. Нужно это обязательно повторять. Чтобы можно было дальше прокачиваться. Еще один буйвол. Ну, типа, так он просто гуляет. Он бросит. Ну, что ты делаешь? Зачем ты на него залез? Слезай. Это моя туша. Нет. С тобой я сражаться не хочу. Смысл? Я думаю, я справился бы, ну там, с 10-го удара или 20-го, но слишком долго. И у вас здесь слишком много. Вон они, вон. Мы же рано или поздно забьем. Я еще ни одну гиену не забил. Давай. Иди сюда. Иди сюда. Давай. Сразимся. Только не бросай. Все равно. Нормально. В руке осталось. Да нужно продолжать. Сейчас, смотри. То же самое получится. Опять кто-то на кого-то нападет, по идее. Нет? Ой. Он что-то подсогрелся немножко. Нормально. Но буйволы гиену растоптать не могут. Вот это для меня странно, на самом деле. Так, секундочку. Она здесь хавала. Я могу забрать отсюда кусок мяса? Могу. Ну-ка. Мы на самом деле, ну, должны нормально уже есть это мясо. Нас не должно воротить. У меня там все прокачано. Но, типа... Нет, нужно полностью съесть, чтобы оформился еще нейрон. Ну, давай попробуем. Зря я это делаю. Ну, я его ударил. Где там штука эта? Вон. Я его ударил. Все в порядке. Ну что, погнали дальше немножечко исследовать. Потому что мне осталось их докачать совсем чуть-чуть. То есть мне нужны сейчас как раз связи. И после этого эти связи как раз можно будет закрепить. Секундочку. У меня такое ощущение, что там, типа, либо пещера, либо навес какой-то. Сейчас нужно будет глянуть. Так вот. Связи нужно закрепить будет. Те, которые, возможно, закрепить. Самые сложные, самые неприятные. Прикольно. Хм. Здесь тоже классное место. Смотри, там навес. Здесь вода. Блин, красиво тут. И хорошо сделано все. Вот именно эти места. Вот этот лес очень хорошо сделан. Найдено новое место. Лес. Укрытие возле дерева. Блин, это безумно красиво. И вот там укрытие хорошее. Ну, естественно, здесь защититься невозможно от тигров. Но... Ну, в принципе, они у меня и так умеют сражаться. То есть это вообще не проблема. Давай, закрывайся. Ну, в принципе, они у меня и так умеют сражаться. То есть это вообще не проблема. во первых мы там честно говоря все абсолютно ягоды съели у здесь это же постой это базальт мне показалось что это базальт не да там везде гранит хорошо палочки ягоды на самом деле вот так вот просто следовать больше всего получаешь секундочку потом переключаешься например на нюх давай переключаемся на нюх и все вот так скопом раз и сразу получаем большое количество очков здесь даже в плане растений чуть-чуть получше чем у меня там а на дереве что-нибудь есть подожди там что-то неизвестное пошли посмотрим я таких деревьев не встречал окей так подожди мы с тобой выбросим сейчас палочку просто слазим что это такое птицы поют какие-то плоды что ли на нем или что это что-то типа яблок прикинь ну я не знаю уж яблоки не яблоки нет это груши смените руку подожди взять или может быть манга это манга кальмантанская манга она что-нибудь дает кроме того что она вкусная нет она просто вкусная я наверное немножко еще поем а вот это было незрелая манга хорошо я понял и второй момент может быть здесь где-то есть наши сородичи секунду как кто-нибудь у нас вот здесь вот совершенно ничего не изведано так что я на самом деле предлагаю отправляться сюда вдруг кого-то найдем у нас здесь все неизвестно прикольно но ка а если я обернусь подожди мне надо так даже будет полегче сейчас это дело победить смотри мы быстренько изучаем все здесь таким образом быстро заполняем шкалу надо быстрее нормально теперь вот так вот там что-то не изучено вот там палочки и все и можно как раз вперед бежать все побороть страх теперь это действительно делать легче и быстрее еще раз где-то штука была где был попросительный знак и на него не поставил метку укрытия до укрытия вот он кстати за то что я поборол страх я получил огромное количество нейронных связей все я понял вот откуда столько их пришло тогда и теперь можно спокойно дальше прокачаться тем более найдено новое место горные ущелья ну то есть просто ущелье окей а в этом ущелье есть что-нибудь чтобы пастель построить потому что мне по большому счету сейчас просто нужно немножечко прокачаться идти дальше кто-то впереди впереди тигр ага ты заспавнился или ты как не ты здесь живешь на 10 давай-давай с первого раза обалдеть но все же мне нужна постель я прямо над собой вот здесь наверху слышу а здесь проход вниз здесь был попросительный знак подожди вот он он прямо до мной защищенное ущелье ну то есть потому что там типа грот или что-то типа того проход какой-то ладно давай скрывайся вот только растений здесь нету я так смотрю да я вернулся немножко назад решил здесь немножко про эволюционироваться то есть мне нужно докачать буквально вот буквально вот эти вот как раз вот точки вот самые самые неприятные самые дорогие вот это не могу прокачать потому что потому что где-то вот здесь вот затык способность удерживать в руках предметы опасной ситуации может развиваться если развить умение контролировать силу и пройти необходимое обучение может быть больше сражаться уворачиваться нужно может быть что-то еще сложно сказать но от бог с ним давайте прокачивать то что возможно таким образом у нас получается полностью все изучено и дальше я предлагаю не идти потому что ну а смысл мы с вами лучше что-то закрепляем здесь мы прокачиваемся для того чтобы ничего не потерять Да, соответственно, мы с вами сейчас вот это все прокачиваем, чтобы не потерять Как видите, у меня прокачано очень многое И возвращаемся обратно, переходим на следующее поколение Там у нас с вами как раз детеныш дом У него потенциал детеныша какой здесь, органы чувств Плюс еще один детеныш вот здесь вот, нет, не секундочку, не здесь Вот этот вот детеныш, да У него двигательная функция Так вот, они вырастут и дальше можно будет как раз еще эволюционировать Я себе здесь сделал скребочек просто потому что, смотрите Здесь у нас с вами есть грибы И грибы, как вы помните, у нас с вами в принципе убирают отравление Но, блин, не нужно кушать Но добавляют несварение То есть вот такая вот хитрая штука А если их перетереть? А если их перетереть? Ну-ка Ничего не получается, да? Как странно А нет, я передержал Я из-за несварения просто не слышу звука Всеядность У нас с вами оформилась всеядность к грибам Прикол Вот это неожиданно Их можно потаскать, все дела Я просто ждал, когда звук исчезнет Потому что, может быть, из-за него я не слышу, что там происходит Давай, поменяй руку Нет, так ничего не происходит Хорошо, я понял Но мне кажется, так тоже ничего нельзя сделать Я бы услышал Нету звука, да? Ну, естественно, мы просто с вами стираем их в ничто То есть, в принципе, этим можно подлечиться В плане того, что убрать, естественно, отравление Ну и не более того Кстати, давайте тушку разделаем Просто, чтобы, ну, ее убрать отсюда Это раз А во-вторых, мы, если не ошибаюсь Немножко связи получим Правда, они мне сейчас уже не нужны Потому что я собираюсь переходить на следующее поколение А все-таки за новыми обезьянками отправимся потом Ну, просто потому что я их искал Просто их нету То есть, глядишь, сейчас у нас с вами новые детишки вырастут И как раз, ну, время пройдет Естественно, заспомнятся новые обезьянки А здесь наверху турмалин Немножко порадовались Обязательно нужно осматривать Потому что, как видите, все равно даются нейронные связи То есть, вроде казалось, мы уже с вами изучали это дело А нет, осмотреть все равно нужно И я, на самом деле, почесал домой Переходить на следующее поколение Потом проводить, наверное, все-таки эволюцию Посмотрю Но, на самом деле, поколение и эволюция будет в следующем выпуске Следующий выпуск будет гайд Который как раз об этом рассказывает Я надеюсь, что я все правильно понял Если нет, поправьте в комментариях На этом пока что все Если понравилось, пожалуйста, поставьте лайк Не забывайте подписываться, чтобы не пропускать новые выпуски Следующий выпуск выживания будет после арка Потому что после гайда выйдет выпуск по арк-сурвайвл Но это если вы смотрите в тот же день, когда выходят выпуски И, естественно, после него будет еще один выпуск Манцестерс На этом пока что все Удачи, друзья, пока Увидимся в нем Субтитры сделал DimaTorzok